Дорогие друзья, мы запишем сегодня 233-ю лекцию об Эрике Сати. Я не оговорился, но когда я говорю Асати, то хочется оговариваться, и все оговорки становятся, как бы, частью лекции. Как говорил Хлебников, опечатки вносят новый смысл в мои стихи. Вот, и Асати у нас третья лекция, а в цикле от Баха до наших дней 233-я. Засушенные эмбрионы, тоже одно из названий, которые можно во всякой, даже краской заметки Асати встретить, музыка, которая называется «Засушенные эмбрионы». Галатурия. И целое большое предисловие. Галатурия обитает обычно около камней и вокруг скал. Ее называют морским огурцом. Этот морской зверь мурлычет, как кошка, и даже придет шелковые нити, из которых капает вода. Ну, всякая такая вот непонятная, зачем нужная вещь для нас. А тогда это действовало как шок. Это сбрасывало вот этот вот налет, понимаете, какой-то такой вот серьезности, постности, романтичности, возвышенности и чопорности. Это все фразы, которые сейчас воспринимаются как непонятная, неудачная шутка. Юмор, кстати, меняется с годами, с десятилетиями. И то, что было смешно во время Асати, сейчас уже не смешно. Именно вот та самая Грета Вемайер, о которой мы говорили в прошлой лекции, она занималась вопросом поэтикой юмора в искусстве. Вообще, прочесть лекцию на тему юмор в музыке, я думаю, тоже не безинтересное занятие. Юмор у Баха, юмор у Моцарта, какой у него, у Бетховена. А есть композиторы, у которых как бы почти нет юмора. Шуберт или Шуман. У Шумана есть, а у Шопена нет. Это, ну, в скобках, на будущее оставим. Потому что Асати, он весь как бы основан на юморе. У него нет ничего, что, даже то, что не смешно, все немножечко как бы вот с издевкой, с позой, с отстранением. Там, остранение, есть такое слово в 20 веке, взгляд на явление искусства немножко сбоку. Почему мы смеемся? Должно быть что-то не так. Должен быть некий сдвиг в реальности. И вот этот сдвиг, он в искусстве произошел. Вот. Эдриофтальма. Другие галатурии, эмбрионы, которые сидят на скале и скучают. Животные с панцирем и крепко сидящими глазами. Они плачут. Отец делает вступительное слово. И вот, как будто бы похоронный марш Шопена. Да, и потом начинается. И Сати пишет. А вот и цитатка подоспела. Ну, конечно же, вы узнали. Это мазурка Шуберта. Такую, ну, шопеновскую, серьезнейшую, возвышеннейшую, святую музыку божественную взять и перенести из рэй-бемоль-мажора, вот того самого тональности, которая потом в колыбельной как раз возникнет. Она в прозаический, плоский, как эти плоские высушенные галатурии, да, она делается без бемоля, без диезов, до-мажор. И такой пошленький аккомпанементик, не такой. И тема. Это божественная септима, которая наверх идет. То есть он ухудшил, опозорил, пародировал. Да, зачем? Вот искусство требовало этого. И, конечно, когда мы сейчас вот хмыкаем, пожимаем плечами и говорим, ну, ладно, пусть его там, мы не понимаем, что он снял с искусства грандиожный вот этот вот налет лишнего, грим, румяна. И пусть там он не освободил это, но все равно вот некую здоровую линию. Вот он очень дружил с некоторыми представителями шестерки. Аннегер, Мьё, Тайфер, шестерка я, Пуленк, Орик и кто-то еще, Дюрей. Особенно Дариус Мьё интересовался личностью Сати. Дариус Мьё родился в 1892 году, и когда Сати умер в 1925, ему было 23 года, но он, во-первых, был уже очень известным, во-вторых, в общем, его музыка, Мьё, она наиболее такая вот подвержена влияниям Сати. Например, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какие-то бразильские танцы. Абсолютно типичные, чистейшие сати какие-то. У Мьё около тысячи сочинений. Невероятно плодовитый композитор. Мог написать 50 страниц партитуры в день. Мьё рассказывал, что он пришел к сати, когда он умер. Сати попал в больницу. Он ходил к нему, навещал его в больницу. У него был цирроз печени. Он работал как топер. В ресторанчике, чтобы хоть как-то прокормиться. Такая музыка, естественно, никому не нужна была в то время. Образования у него не было. Но он предвидел развитие музыки. Ближайшие 50 лет. Неужели это профессия? И он, видимо, не отказывался от этих стаканчиков. Стаканчиков, как сказал кто-то, ну хоть бы кто-нибудь предложил бы бутербродик. Все почему-то предлагают стаканчики. У него цирроз печени. Его преждевременно свел в могилу. И когда после его смерти они зашли к нему в квартиру или даже в комнату, они увидели, что в последние годы ему было трудно жить. Он не распечатывал письма. Гора писем. Нераспечатанных. Важных. Вот. А когда они открыли шкаф с одеждой, там же висело 10 смокингов. Ни разу не одеванных. Может быть, там почти не одеванных. И больше ничего. В общем, какая-то немножко загадочность была в этом одиноком, странном человеке, которого звали Ирик Сати. Сейчас тоже я играю концерты музыки Сати. И у него есть очень узкая такая группа фанатов. А в основном говорят, ну зачем вы нам этого Сати? Нам нужна настоящая музыка. Да. А была ли бы настоящая музыка без Сати? Вот в общем вопрос. Как раз он, может быть, так сказать, себя на алтарь этой настоящей музыки взял. И вот такой был концерт. Девять странных триад Ирика Сати. Я выбрал девять его тригимнопедии. Собственно, вот первая триада – это тригимнопедии. Правдивые плоские прелюдии для собаки. Автоматические описания. Наброски и подтруливания толстого деревянного человека. Капитель, повернутая во все стороны. Три благородных, противно-жеманных вальса. Мы разбирали благородные, сентиментальные вальсы Мариса Равеля. И, конечно же, это пародия на Равеля. А Равель именно в 2011 году, в тот год, когда он написал свои вальсы, он решил продвинуть музыку Сати. Он ему строил несколько концертов, несколько программ хороших. И Сати пишет, а денег опять не было. Какая-то была, в общем-то, трещина вот тут. И он дружил и с Дебюси, а потом взял и поссорился. Он просто приходил обедать к супружке Чичи Дебюси. Они его просто кормили. И он, бедный, чтобы не тратиться на трамвай. У него на трамвай не было денег. Он час шел пешком, чтобы покушать у Дебюси супчик и там отбивную. Потом Часы столетий и мгновений. Бюрократическая сонатина знаменитая, известная его тоже. И последний отряд Триноктюрна. Вот как раз уже, так сказать, новый стиль, неоклассицизм. И надо сказать, что последние сочинения Дебюси, они уже без вот этого импрессионистского, такого многоцветного, красивого флёра, который у него был в конце XIX века, который у него был в ранних сочинениях многих. Они просты, аскетичны. Например, скрипичные, велончельные сонаты. И наполнены горькой иронией. А у Равелли и подавно. Равелли ещё следующий этап после Дебюси представляет. Вот этот его аскетизм, сонаты для скрипки, велончели. Или пьеса Равелли, о которой мы говорили в лекции Хоровелли, которая называется вот эта вот фронтеспис, вторая страница книги. Вот эта обложка, а вот это фронтеспис. Здесь ничего нет на фронтесписе. Вот пьеса о фронте. Это типичные сати. Сати 15 восьмых, 15 тактов, 15 звуков в последнем аккорде, 15 символика чисел. И Стравинский, когда приехал в Париж, он пришёл в восторг от личности сати. Вот он именно это первый и заметил, что сати снимал румяна, снимал наносное, пафос какой-то излишний, с эстетики 19 века, огрублял, делал музыку конструктивной, простой, линеарной, плоской. И когда я говорил, что это синоним слова плохой, он говорил, а мне всё равно. И вот тут вот, видимо, гренится смысл, значение по ту сторону добра и зла. А ничего, говорил сати. Вот у Стравинского есть такие три пьесы для фортепиано «В три руки». Он писал их для Дягилева, как он сам писал, который очень любил играть на рояле, но не умел. И одна из, там, вальс, полька посвящена Дягилева. Вот эта там знаменитая. Надо было играть всё как бы двумя руками. Внизу Дягилев играл вот это. А Стравинский одной рукой сверху играл вот это. Вот это, да. Вот это. Вот это. Вот это. Гениально, хорошо. Понимаете, любой скажет плохо, но это вот гениально и хорошо, мне было лет 13, наверное, у нас вышел двухтомник Стравинского, такие два томика, беленький и черненький. И вот, когда Стравинский приехал в СССР, то, в общем-то, его музыку разрешили, долгое время ее запрещали. И вот эти два томика у нас появились, и мы с сестрой пришли в восторг от этих трех пьес. Вот оно, чистого влияния СССР. Там еще вальс такой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот тоже. Тут, конечно, и Стравинские сати смешаны, но он... И там еще марш. Марш как раз и посвящен сати. Ну, что такое, что-то афоризмы. Это, конечно, послушайте лекцию об афоризмах, и вы поймете, что это как бы вот балеты «Золотой век», «Болт». Это типичное, так сказать, влияние сати. Прокофьев, «Шут», балет Прокофьева, «Шут», и, конечно же, его, в общем-то, какие-то детские произведения, которые он уже потом писал в СССР опять. Можно найти что-то. А это вот такое вот издание. 20 коротких пьес для фортепиано. Такое фоксимильное издание. Есть и в этом сборнике французском. Но здесь почерк сати. Точно так же, как и Джон Кейдж. Сати любил писать свои сочинения. Он сам линовал. Редкие такие шесть строчек и такой своеобразный почерк. Кейдж будет писать похожим на сати почерком. Был такой художник, иллюстратор Шарль Мартен. И он написал такие 20 открыток, на которых изображалась жизнь Парижа. Вот такие вот примеры. Это все есть в интернете. Можно здесь увидеть все эти картины, гравюры. И когда Мартен это сделал, то издательство решило опубликовать их на таких открыточках, чтобы на одной стороне была картина, а на другой стороне музыкальные пьесы. И вот они стали думать. Как бы синтез искусств, опять же, скрябин в кавычках. И вот кому бы это дать? Предложили Стравинскому. Какой гонорар? Такой-то. Мало, сказал Стравинский. Не стал делать. Предложили сати. Какой гонорар, спросил сати? Такой-то. Много, сказал сати. Ну, тут, в общем, они нашли как-то какой-то общий язык, сторговались, видимо, они уменьшили. Вот. И, значит, сати сделал эти вещи, почерком своим написал эти пьесы. Но вот, правда, вот в этом сборнике у меня есть русский перевод этих слов. Спортивные игры и диверсисменты. Это произведение состоит из двух частей – рисовальной и музыкальной. Рисовальная часть состоит из линий, линий духа, имеется в виду мартеновские, так сказать, гравюры. Но он уже говорит о том, что это линии духа, о том, что это, возможно, те линии, которые заключают в себе таинственные смыслы его, этих коротких пьес. Может быть, это даже и не обязательно картина Мартена. А музыкальная часть представлена черными пятнышками на белом фоне. Вот тоже так. Видите, это не звуки, а это именно вот ноты. Обе эти части формируют целое. Я бы советовал вам перелистать это целое с улыбкой, с добрыми движениями души. Ведь это такой плод фантазии чистой. Ничего другого в этом видеть не надо. А для снобистов и педантов… Вот видите, опять он разделяет музыкантов на каких-то чистых, простых, наивных людей. Вот наивное искусство тоже. Оно ведь возникло именно в XX веке. Для снобов и педантов я написал подходящий хорал. Этот хорал – род горькой закуски, аперитива. Все скучное, на что я способен… Вот опять понятие плохого в искусстве, да? Постмодернистское понятие. Все скучное и плохое, на что я способен, я вложил в этот хорал. Я посвящаю этот хорал всем тем, кто меня не любит. Я удаляюсь. Эрик Сати. Неаппетитный хорал. Это вступление. Не входит в число 20 пьес. Играть недружелюбно и ворчливо. Насмешливо. Сочинено утром 15 мая 1914 года. Натощак. Не позавтракал. И вот такого типа. Потом первая пьеса «На качелях». Да. Вот тут вот, в этом фоксимильном издании, видно, как качается девушка, а наблюдают за ней какие-то, значит, зрители. Очень красивый, грациозный вид. И это качание, вот так изображено левой рукою. Посмотрите, это мое сердечко, которое качается туда-сюда. И у этого сердечка головка-то никогда не закружится. Туда-сюда это сердечко бегает. На маленьких ножках. Вернется ли оно в мою грудь? Не знаю. Вот эти слова, они, опять же, вроде не должны произноситься, но вот они написаны именно в тех местах, в которых я их сейчас читаю. Их сочинил Сати, эти слова. Поэтому тут три вида искусства – живопись, музыка и слово. И они означают, видимо, какие-то заигрывания молодого человека, который тут стоит и который, видимо, думает. Он не говорит это девушке, а на девушку смотрит какая-то женщина лет 50 уже. Это, видимо, ее муж, которому более интересная девушка, чем его собственная жена. Какие-то тут, в общем, такие вот тайные события этого паркового катания на качелях присутствуют. Некоторые картинки, они именно спортивные игры и дивертисменты. Они представляются в... Яхта, купание в море, кто-то боится прыгнуть в реку, гольф. Водяные горки – это аттракцион. Ну, примерно как вот в Макдональдсах, знаете, сейчас такие есть. Или уже сейчас уже нет, я не знаю. Такие спускаешься в такую трубу и туда потом выныриваешь, съезжаешь в этой трубе, оказываешься в воде. И вот эта линия, по которой очень боится спускаться эта женщина, она отражена сати здесь в пассаже таком, к которому съезжает эта линия раз, и есть такая пассаж раз. Видимо, он делал это не случайно, а специально. То есть некая графическая модель музыки повторяет графическую модель этой гравюры. Гравюра сделана раньше, а в моих евангельских картинах живописно написано позже. Некая связь, конечно, очень далекая, но тут тоже есть. Водяные горки. Если у вас крепкий желудок, то вам будет не очень нехорошо, когда вы спуститесь, спуститесь. Нехорошо будет, но не так нехорошо. Это примерно такое тоже, как если вот подняться на эшафот. Ну, только и всего. Такое чувство странное. Ну, давайте, не бойтесь. Внимание, сейчас. Только не нужно бледнеть. Я плохо себя чувствую. Это ничего. Это означает, что вам нужна перемена занятий. Пример таких. Бесконечное танго. Танго – это танец чёрта. Чёрт предпочитает этот танец всем другим. Он танцует его, когда ему нужно прохладиться. Все его семья тоже прохлаждается таким способом. Я играю этот танк, потому что послушайте историю солдата Стравинского, которая написана по сказке Рамю о солдате и чёрте, и которая очень похожа. Рамю писал это под влиянием рассказов Стравинского о сказках Афанасьева. «Солдаты, чёрт, русская народная сказка». Она существует. И вот тут соединилась Пушкин, сказка о попе, работники его балде. Пушкин, Рамю, Сати и Стравинский. Вот это танго. Вот тут всё это вместе, понимаете, очень причудливо соединилось. И мы понимаем, что немножко в Эрике Сати есть и фольклорного. И как фольклор, а в сущности и икона средневековая, она раскрепостила искусство XX века. Матисс пришёл в восторг, Малевич от иконы. Вот. И то же самое, икона вдохнула новую жизнь в живопись XX века. Фольклора вдохнула новую жизнь в поэзию XX века, а через поэзию в музыку. Свадеб Костровинского. Абсолютно то же самое. Вот все эти мысли, они, конечно, сейчас в этой лекции недодуманы, недозвучены, но они уже озвучены. И поэтому мы понимаем таинственную и очень большую роль Сати в искусстве XX века. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok